Славу Станиславу Филипповичу. Дорогие друзья, добрый день, с вами президент. Я буду говорить цитатно, четко и ясно. Я все слышал здесь и будет многое еще сказано ранее. Государство с чего начинается? Государство начинается с человека. Человек формирует идеологию государства. Формирует концепцию общества. В каком обществе мы будем жить и под каким канцусом будем развиваться. Вот это главный вопрос. Это первое. Второе. Вспомним старого классика. Политика это концентрированная экономика. Или как? Если политика хромает, или наоборот хромает экономика, то что получается? Лошадь без ног? Следующее. Надо нашу историю оценить, проанализировать и сделать четкие выводы. Первое. Выводы это что произошло и почему это произошло. До сих пор выводов нет. Грабли постоянно, постоянно, постоянно. У нас не хватает заводов, нас не хватает кадров, нас не хватает этого. У нас продовольственная программа, у нас демография, у нас все. Проблема. Опять возвращаюсь к политике. Следующее. Государство для чего? Государство для человека или человек для государства? Кто управляет государством? В какой форме и какие консультальные вопросы? Это ключевые вопросы, которые нужно говорить. Мы можем говорить о многом. Плохие дороги, плохие магазины. На заводах не хватает кадров. Но упираемся в одно. По поводу всего остального. Мы дети нашей страны, нашей Родины. Мы помним прекрасно детство Советского Союза. Мы помним прекрасно развитие промышленности. Все остальное. В чем тогда вопрос возникает? Кому-то не врался госплан. Сейчас у нас лидеральная экономика. Или капиталистическая, или фердализм. Нет, у нас капиталистический. Но я говорю, как оно и... Национальный. Национальный. Тогда возникает вопрос, что у нас есть. Что мы зайти... У нас есть второльная, второльная, которую вашим законодкомам был на 1-й год. Давайте посмотрим всю историю. О чем мы сейчас говорим? Давайте просьба. Давайте, вот мы сегодня говорили о том, что дискуссии мы можем в рамках Совета, проводить вот очень, наверное, более продолжительное время для того, чтобы все-таки к какой-то сути прийти. А сегодня давайте мы выскажемся. И вот если человек готов возглавить Совет, допустим, по экономике, давайте мы к нему все. И там уже подискутируем, какая у нас экономика сегодня, и к какой экономике мы должны прийти. Давайте на этом акцентироваться. Да, в принципе, можно проработать эти материалы. Документов достаточные. Можно взять вопросы госпланов, можно взять вопросы экономические. Все можно взять вопросы. Опять упирается в части. Политика и экономика. Экономика и политика. Какое мы государство в том? Государство для народа или народный государство? Кто как руководит этим? Я думаю, не надо объяснять. Все было уже сказано и после меня быстро. Я хочу завершить. И словами хотел сказать, что мы должны друг друга понимать, уважать. И в первую очередь мы думать должны свою родину. Потому что другого у нас нет. Спасибо. Спасибо вам большое за предоставленное время. Спасибо. Слово предоставляется Коновалову Станиславу Филипповичу. Совет ветеранов. Приготовится Балашову Сергею Ильичу. Пока он идет, я добавлю 8903. Каждый запишите мой прямой мобильный телефон. Вот сидит Павел Васильев. Извините, у меня и у Валеры Малак за сегодня день рождения. Исполнилось первые сентября. Позвольте, я пойду, но помните, что день рождения у Зидана. Обещал позвонить. Разведан. Павел, запишите телефон. Запишите телефон, ему оставьте почту. Николай Белевич Белянский. 8903. У меня просьба вот к уходящим товарищам. Вы оставьте телефон, чтобы вот тех, кто вы всех заинтересовали своим горячим выступлением, чтобы потом те, кто... Правильно. 8903, каждый запишите. 8903. 960. 8798. У Алексея есть визитка. Достойный человек. Всем благодарю вас. Благодарю вас. Поздравляем от имени нашей организации вас с днем рождения. Желаем вас крепкого здоровья. Уважаемые товарищи. Хочу обратиться к будущему видео. И у меня есть пожелание в будущем, чтобы он построил самодостаточное государство. Очень крепко. Я думаю, что для этого надо. Для этого надо в первую очередь справедливость. Справедливости, Кен, у нас в каждом человеке в русском существует, и он запрограммирован. И если мы земли, метро, если мы природно ископаемые и основные фонды не отдадим в общенародную собственность, это не будет справедливости, и мы никогда не построим самодостаточное государство. Второе, что я думаю, это обязательно надо создать народное правительство. И этому видео возглавить народное правительство. Третье, что я думаю, обязательно надо сделать госплан. Второе, государство без госплана существовать не может. Третье, что я думаю, надо сделать, это обязательно сделать монополию государственную на валюту. Сейчас, понимаете, у нас не может развиваться промышленность. Потому что нет государственной монополии на валюте. Если будет у нас деньги, ну не как капитал, а вот как воздух. Вот человек дышит, так же должны быть и деньги в государстве. Что вот сколько человеку надо воздух, столько и будет денег, пожалуй. Только тогда будет промышленность развиваться. Только тогда. Или то же самое, например, деньги, чтобы были средством в государстве. Ну, например, там 40 плотников. Не может у 40 плотников быть два топора. Топоры это средства, деньги. Вот это я прошу сделать будущему лидеру. Так же будущему лидеру я прошу сделать монополию государственную на внешнюю торговлю. Без этого опять мы никак не можем, ну, существовать и сделать крепкие государственные. Для этого, чтобы вот эти два пункта провести, надо обязательно сделать три банка всего лишь. Сейчас у нас может быть сколько там, 400 коммерческих банков. Предлагаю сделать три банка. Государственный банк, Сбербанк и Внешторгбанк. Все, в этих банках никакой финансовой спекуляции, никаких там, ну, понятно. Понятно. Сделать три банка. Предлагаю дальше, чтобы было наше самодостаточное государство, вот в эти пять лет, которые будут лидеры работать, ну, создать где-то около 12 тысяч предприятий, раз, создать полторы тысячи совхозов. Без этого государство не может опять существовать. Без промышленно-экономического комплекса государство не сможет никогда существовать. Дальше. В этом государстве надо лидеру будущего отбросить все философии. То есть, я предлагаю отбросить философию Марса, отбросить философию, даже не философию, а гипотезу Чарльза, Дарвина. Вообще, убрать все философии из государства. Они все вредны. И философов на пароход. Точно, и в Америку. И в Америке. И обязательно будущему лидеру сказать, что философия это не наука, и мы на нее ориентироваться не будем. Следующее, что надо сделать будущему лидеру, это убрать все из государства партии. Не должны быть государства партии. Как только будет партия в государстве, значит, будут лица, которые более вроде умные, более толковые, они поведут другое, в общем-то. Других. Других. Да. А какого государства должно быть? Такого не должно быть. Быть должно быть только общественное движение, которое помогает вот этому правительству. Вот это правительство. Следующее, что я бы хотел вот открыть, чтобы у нас православие, государство, православие не было отделено государством. Они шли руководку и помогали друг другу. Только так давно, крепкое государство, можем быстро. А конституции, мы уже знаем, сколько менялась конституция. Начать вот сейчас в новом государстве новую конституцию. Это подставить 10 заповедей. И это будет самая лучшая конституция в нашем государстве. Каждую заповедь потом еще сделать отдельный закон. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется Белошову Сергею Ильичу «Русская правда». Приготовился головин Георгий Константинович. Я прошу прощения, можно маленькую ремарку еще? Для всех маленькую ремарку. Вот сегодня получается так, что мы где-то вот этих лидеров должны искать там или на соседней улице, или может быть каких-то там других, да, там наверху. Вот я считаю, возвращаясь к своему выступлению, что лидеры рождаются в этом зале. И вот умение брать на себя ответственность. Вот сегодня мы сказали о том, что готовы сформировать часть советов. Вот кому какой совет ближе? Вот я предлагаю выступающих собрать вот этот вот совет по идеологии, совет по экономике. У вас есть понимание, какой должна быть экономика в новом государстве? Возьмите на себя эту ответственность. Возглавьте этот совет. Потом кто-то, если будет лучше, он возглавит этот совет. Мы же должны прийти к той системе, которая выдвигает лучше. Я прошу прощения за то, что вот вмешался, но у меня, потому что мы оставим какое-то время специально для того, чтобы те, кто готов взять на себя эту ответственность, остались здесь. И мы все-таки много решений принимали раньше, но почему-то их не выполняли. Вот с сегодняшнего собрания мы хотим все-таки выполнять те решения. Поэтому заявленные советы по здравоохранению, по местному самоуправлению, по экономике, по идеологии мы хотим сегодня создать. Поэтому просьба остаться после своих выступлений. Благодарю. Значит, я в первый раз на данном собрании, но мне очень понравилась тематика роль национального лидера и активных граждан. Я уже здесь наблюдал активных граждан. А вот сейчас насчет роли национального лидера я ничего не услышал. Насколько я понимаю, национального лидера не должно быть роли. Он либо должен быть, если это роли, тогда он должен быть артистом. А артиста мы знаем вроде только одного в Соединенных Штатах, который выполнял роль национального лидера. Но, кстати, он неплохо получилось. Я думаю, надо ставить вопрос о цели национального лидера. Дальше. Вопрос о том, что здесь рождаются лидеры. Ну вот я как раз лидерами занимался последние 30 лет. И я вам скажу, что лидеры здесь не рождаются. Рождается 30% лидеров. Именно эта популяция рождаются с этими характеристиками маленькие дети. И наши древние ведуны умели отличить рожденного лидера от нерожденного. Так вот, 30% я этим занимался специально, исследованием проводил. 30% рождается лидер. Но правит, вот правильно было сказано, правит-то нами всего 6%. Сколько будет процентов с лидерующими характеристиками от 6%, которые нами правят? На 1-5%. Это получается 2%. Но это в первом поколении. А ведь те, кто занимает должность лидеров, они раздают должности управляющих своим детям. И вы это прекрасно знаете, это инстинкт. И никуда от этого не деться. И вот когда я просчитал, что получается, то лидеры, которые пришли в период революции, через третье поколение вырождаются. Те, кто читал Библию, там есть, что если цари не думают о своем народе, то в третьем поколении они вырождаются. Там это написано. То есть это проверено тысячелетие дума. Поэтому на сегодня нами с вами подправят всего менее процента людей с лидерующими характеристиками. Фактически нами начали править идиоты. И в результате идиотии, ну слушайте, как же можно роль первого секретаря, генерального секретаря ЦК КПСС, хозяина всего Советского Союза, поменять на ранчо где-то в Соединенных Штатах Америки. Но это не идиотворение. И на медаль. Ну и на медаль. И насчет цели власти. Здесь тоже очень важный момент. Я в свое время был депутатом Моссовета и немножко коснулся этой власти. В результате этого касания на мою дочку наехала машина, сына избили до ушиба мозга, а мне вышли глаза. Так что власть очень опасная. И цель власти всегда удержаться у власти. Любым способом. Если умный человек лидер, он удерживается уму. А если дурак, он продажей всего. Даже самого себя. В силу дурости. И вот мне кажется, здесь читать Библию. Там много чего интересного. Спасибо. Слово предоставляется главину Георгия Константиновичу, союз Созидателей. Приготовится Скурлатову Валерию Ивановичу. У меня вопрос к залу. Скажите.